Привет! Расскажу про опыт использования этого небольшого, но очень полезного зарядного устройства от всеми нами любимой Xiaomi Mi 65W Fast Charger. Зарядка не простая, а выполненная по модной ныне технологии на основе нитрида галлия. Я этой штукой пользуюсь уже два месяца, и мне есть что о ней рассказать. Если коротко, то Xiaomi снова топ за свои деньги. А вот если хочешь подробностей, смотри дальше. И немного диории. В конце десятых произошла маленькая революция, которую заметили далеко не все. Появились блоки питания на основе нитрида галлия, как альтернатива классическим на кремнии. Новый материал может проводить гораздо более высокие напряжения в единицу времени, чем кремний. Ганзарядки не только эффективнее при передаче тока, но и позволяют меньше терять энергии на тепло. Иными словами, их КПД выше. В результате, по мере того, как технология станет более распространенной, блоки питания и зарядные устройства преобразятся. С технологией Ган они будут заметно меньше, чем мы привыкли. Вот Xiaomi и решила сделать такую штуку, но у первой такой зарядки оказалась очень непростая судьба. Представили ее еще вместе с прошлогодним флагманом Mi 10, но буквально через месяц она была отозвана из продажи. В Xiaomi темнили и отделались словами, что зарядка оказалась уязвима ко взлому, а вот злые языки говорили, что 65-ваттный блок может быть просто опасен для пользователя. К счастью, пессимисты оказались неправы и к концу осени зарядку все-таки допилили и снова выпустили в продажу. Вот именно из новых партий у меня эта зарядка. Так что же в этой беленькой коробочке? Во-первых, это сама зарядка. Поставка под европейскую вилку, так что тут переходников никаких нам не надо. Есть тут, конечно, и инструкция, и гарантийный талон. Производитель в инструкции честно говорит, что максимальная мощность у нас здесь 65-ватт. Наконец, есть тут вот такой вот метровый кабель в комплекте. Это Type-C Type-C. Кстати, сама зарядка тоже с одним портом Type-C. И сразу отвечу критикам, для меня, лично для меня, это не является недостатком, потому что зарядка бралась под ноутбук, как замена штатному 65-ваттному блоку. Естественно, если было бы два порта, то и мощность при одновременном использовании падала бы, а мне это, в общем и целом, не нужно. Тем более, при желании можно найти двух- или трехпортовые аналоги на Алиэкспрессе. Сам блок питания без кабеля весит 91 грамм. Для сравнения возьмем ту самую быструю зарядку для новых айфонов, что вызвало такие баталии осенью. Ее все-таки тоже надо покупать отдельно. Она весит 55 граммов. Ну, сами видите, разница практически в два раза, но по большому счету она не очень ощущается. А по размерам они, ну нельзя сказать, что эпплская зарядка намного меньше. Это при том, что она уступает по мощности в три раза зарядке от Xiaomi. Блок работает с ноутбуком от Dell, и пользователи лэптопов от этой компании знают, насколько они капризны к зарядкам, особенно по Type-C. Но с блоком от Xiaomi ноутбук заработал без проблем. Пробовал и с другими ноутбуками, и от Apple, и от Xiaomi, и Asus, все работает. Скорость зарядки аналогична той, что и от комплектной фирменной зарядки Dell. Но вот здесь стоит поподробнее остановиться на вопросе с кабелем. Для максимальной скорости подзарядки пойдет не каждый кабель. Это либо комплектный 5-амперный, либо специальный, способный передавать высокую мощность. Есть у меня вот такой проводок от компании ROG, покупавшийся пару лет назад на Али. Так он выдает максимальную мощность в 40 Вт. Ноутбук предупреждает о медленной зарядке. Но и у комплектного кабеля есть один существенный недостаток. Если вы хотите его использовать вместе с SSD, то этого делать не стоит. Скорость передачи данных падает в разы. Короче, решение далеко не универсальное, и не совсем понятно, почему в Xiaomi сэкономили на спичках. В процессе работы с ноутбуком, даже если запущен, например, рендеринг видео, зарядка нагревается не сильнее комплектного блока питания. И у меня выше 48 градусов температура Mi 65 Вт не поднималась. Вот тут-то преимущество новой технологии и очевидно. Разумеется, зарядка работает и с любым смартфоном. Но это надо еще постараться поискать экземпляр, который способен переварить 65 Вт. У меня вот такого на руках не нашлось. Мой Pocophone переваривает максимальные 18 Вт. Зарядка имеет максимальную совместимость с профилями быстрой зарядки. Quick Charge или Power Delivery работает. iPhone тоже понимает ее как быструю. Пожалуй, проблема возникнет только у владельцев OnePlus'ов и прочих Vivo. Корпорации BBK любят создавать свои проприетарные стандарты питания, которые несовместимы с универсальными решениями. Что касается стандартного Quick Charge 3 версии, то работает он на Pocophone нормально. Смартфон заряжается от этой зарядки с той же скоростью, что и дает стандартная зарядка. Тут чудес не будет. А вот так как тут от заводских 4000 мАч остался объем намного меньше, то полностью мне удается заряжать смартфон за полтора часа этой зарядкой. А вот, например, Xiaomi 10 Pro с 0 до 100% эта штука должна зарядить всего за 45 минут. Не проверял, но тесты говорят именно об этом. А сколько стоит такая штука? Я заказывал его на Алиэкспрессе с доставкой из России, и он обошелся чуть дороже 2000 рублей. А вот в официальной рознице за него просят до 2700 рублей. Но если поискать, например, на Авито, то такую штуку можно найти еще дешевле. Ее давали в подарок с Mi 10T и Mi 10T Pro, и многие их сливали за бесценок. Но даже за 2,5 это отличная зарядка. Для сравнения, Apple просят за 20-ваттную зарядку, которая поставляется без провода, 2000 рублей. И, конечно, эпплской зарядкой никакой макбук запитать не получится. Кому нужна зарядка Mi 65 Ватт Fast Charger? Да, наверное, буквально всем. Универсальное решение по стандартам быстрой зарядки, компактное и мощное. Идеальный блок питания для, например, поездок, когда каждый грамм в багаже на счету. А такая штука и телефон быстро зарядит, и для работы с ноутбуком подойдет. Короче, рекомендую, минусов у этой зарядки просто нет. Остались вопросы по Mi 65 Fast Charger? Пиши в комменты, на все отвечу. Жду лайков и подписки на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok